Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Как вы помните, родители Алисы Огородовой требуют от девушки отказаться от Олега Бурханова. Алиса не собирается бросать его и покидать остров. Она сделала свой окончательный выбор. Марина Мексика интригует своих подписчиков. Она опубликовала фотографию молодого человека с закрытым лицом. Фанаты проекта узнали, кто это. Точно такая же татуировка у бывшего мужа Кати Колесниченко Никиты. Никита Кузнецов рассказал о жесткой драке, которая была налобна между Ваней Барсиковым и Костей Ивановым. Костя обозвал Рапунцель и Лизу Полыгалову нехорошими словами. Иваня вступился за Лизу, без раздумий кинулся в драку. Отношения между бывшими участниками Лизой Кардобовской и Артуром Ратнером закончились. Они остались друзьями. Валера Блюменкранц, уставшая от выхода к своей девушке, раскрыла ее тайну. Оказалось, что ее фамилия вовсе не Абрамсон, а Зухбая. Блюменкранцу никто не поверил, но его заявление подтвердила знакомая Тата Абрамсон. Эта девушка, уроженка Грузии, рассказала о своем знакомстве с Татой, о том, что в свое время члены этих семей много общались и дружили. И Тата является не еврейкой, а чистокровной грузинкой. Дима Дмитрянко рассказал, что Оля Рапунцель и его мама наконец помирились. Они попросили прощения друг у друга. Оля у меня мировой человечек, даже цветы маме подарила. Они попросили прощения друг у друга. Все помирились, теперь у нас точно все будет хорошо. Глеб Жемчугов, который недавно перенес липосакцию, решился и на дальнейшие большие перемены. Он хочет сделать полную эпиляцию тела, уменьшить колени и ляжки, нарастить подбородок, поправить нос и черты лица. Также Глеб задумывается о пересадке волос на голову. Об этом рассказал друг Глеба, Рустам Солнцев. Татьяна Владимировна Африкантова, мама Марины, рассказала грустную новость. Ее муж попал недавно в больницу. Женщина пишет, к счастью, у него не подтвердился диагноз микроинсульт. Сейчас стоит диагноз неврит лицевого нерва. Лицо потеряло первоначальный вид, одна половина отличается от другой. Правая сторона неподвижна и опущена вниз. Он резко сник и состарился. Болезнь никого не красит, он перепуган. Говорят, что восстановление будет долгим. Как вы помните, в сети разгорелся скандал вокруг Ольги Бузовой. Крупный новостной портал опубликовал личную переписку и видео Ольги с ее телефона, который взломали хакеры. Из опубликованных материалов можно сделать вывод, что после разлада в отношениях с мужем, Бузова сильно страдала. Она многих просила о помощи, в том числе и известного актера Дмитрия Нагиева. Она просила у него совета, как у опытного мужчины, и сливала ему душу. Нагиев прокомментировал эту ситуацию. Он не стал отрицать факта переписки, но отметил, что они виделись в жизни всего раз пять и дружеские отношения их не связывают. Но при этом он считает Бузову неглупым и откровенным человеком и поэтому готов поддержать ее в любой момент. Ситуацию прокомментировал и супруг ведущей Дома 2 Дима Тарасов. Он заявил, что очень удивлен и сказал, что считает теперь себя официально свободным мужчиной. Он назвал и причину расставания с женой. Это нежелание Бузова иметь детей, в то время как Тарасов очень хотел детей от ведущей Дома 2. Еще одна причина разногласия – это деньги. У нее совсем другие приоритеты, сказал Тарасов, взгляды на жизнь. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома 2 на канале ТНТ.